Добрый день! В эфире новости дня в студии Анны Златухина. В Сорочинске семья из девяти человек живет в съемном бараке в 39 квадратных метров. Очередь на получение своего жилья постоянно отодвигается. Поможет ли решить квартирный вопрос личный прием у губернатора? Ответы в материале Анны Солодкиной. Здесь проживаем мы. Две дочери спят, здесь младшие. Это, естественно, с нами спит. Мы спим здесь. Уроки учим вот здесь. Ну, учат двое старших детей. Младшие дети у нас учат, естественно, на кухне. В семье Мартин семеро детей. Старшей дочке 16, младшей чуть больше года. В съемном бараке они живут около 15 лет. Свою квартиру многодетная семья ждет в очереди не один год. Совсем недавно были на четвертом месте. Теперь из-за объединения Сорочинского района в городской округ спустились на седьмое. Ходим в администрацию. Ежегодно ходим. Заявления пишем, что изменений нет никаких. Но пока нет продвижения. По словам женщины, ее семья может остаться и без этих 39 квадратных метров. Барак в следующем году готовят к сносу. С просьбой решить квартирный вопрос, вне очереди многодетная мать пришла на личный прием губернатору. Размолодой семьи уже нет. Нет, не подходит. Есть возможность, если вы оформите ходатайство, как от муниципального образования, в январе будем рассматривать внеочередников многодетных. И семеро детей есть шансы по внеочередной. Пока у одних сорочинцев решение проблемы отложилось до января, другой возможность помочь глава региона нашел сразу. Многодетная семья Сухаревых не имеет финансовой возможности подвезти в дом газ. Изначально Сухаревы просили разрешение использовать на газификацию средства регионального маткапитала. Губернатор предложил свой вариант. Запиши такой адрес. Город Сорочинск. Переулок Летний. Дом 29. Живет ветеран боевых действий. Газопровод идет по улице, завести в дом и все сделать. Необходимые работы теперь проведут специалисты предприятия Оренбургоблгаз и Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей. Другим обращением, которое требует длительного рассмотрения, также займутся соответствующие службы и ведомства. Анна Солодкина, Семен Воробьев. Новости дня. Юрий Берг сегодня проводит прием граждан в Орске. Личные встречи с губернатором проходят в городской администрации. О том, с какими проблемами к главе региона обращаются жители, мы расскажем в наших ближайших выпусках. А пока к другим темам. Предприятие Оренбург-Молоко ликвидировано, а долги остались. Более 300 работников молочной промышленности так и не получили свои зарплаты. В августе этого года пострадавшие обратились в прокуратуру. В интересах 313 работников прокуратура района обратилась в суд с заявлением о выплате заработной платы на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. По результатам прокурорского вмешательства данная задолженность была погашена. В прокуратуре также сообщили, что подобная ситуация на молокозаводе не единична. Напомним, что на предприятии произошла смена собственника и теперь преемником молочного комбината стала новая организация А7АГРА. Однако избежать наказания прошлому руководству не удастся. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц за нарушение прав рабочих. Штраф экс-руководителям составит до 20 тысяч рублей. Оренбургская прокуратура вместе со специалистами жилищно-коммунальной сферы проведут выездные приемы граждан. Они пройдут завтра во второй половине дня в удобных для оренбургцев местах. Круг вопросов, с которыми можно обратиться – отопление и работа коммунальных служб. Приемы будут организованы в помещениях крупных управляющих компаний ЖЭУ и ТСЖ и пройдут в период с 16 до 18 часов. Каждый желающий вправе обратиться к специалистам с вопросами и проблемами, а также сообщить о возникших трудностях по указанным ниже телефоном. Адреса организаций, в которых состоится прием граждан, вы видите на своих экранах. Буквально через несколько секунд мы вернемся и продолжим выпуск. Не переключайтесь. Продолжаем выпуск. Сегодня Всероссийский день лицеиста. Этот праздник обязан своим появлением Царско-сельскому лицею, в котором учились Пушкин и другие прославленные поэты и писатели. Праздник сделали своим и в Оренбургском губернаторском лицее, где соблюдают лучшие традиции российского образования. С наставниками и воспитанниками познакомилась Елена Давыдова. Губернаторский лицей разместился в самом центре Оренбурга. Два здания – учебный корпус и общежитие. Это мир юности лицеистов. В комнате на двоих развивается их ум и характер, зарождается дружба. Справа находится полка, где есть энциклопедии, по которым мы готовимся к Олимпиадам, учебники, по которым мы готовим домашние задания. Я живу здесь со своим товарищем, он тоже из города Гая. Как и Царско-сельский во времена Пушкина, в Оренбургском лицее тоже дышат стихами. Образовательная программа построена так, что ученики на уроках овладевают знаниями повышенного уровня, а во второй половине дня работают по модулям, развивая индивидуальные способности. «Все было словно, как в красивом фильме. Два брата повстречались лишь на миг. Но, несомненно, в час тяжелый самый, тот миг перед глазами их возник». В наши дни многие школы стали именоваться лицеями, но статус губернаторский имеет только один. В нем, что ни ученик, то победитель Олимпиады или стипендиат. Каждый прошел вступительный экзамен и выдержал конкурс три человека на место. Учат одаренных детей педагоги, про таких говорят умнее умного. Если бы они вели урок в школе, то было бы все по-другому. «Мне приходилось бы брать, наверное, материал попроще и более долго его объяснять. Здесь в основном построены уроки на исследовательском материале. То есть я стараюсь, чтобы они вспомнили все то, что знали, и углубить эти знания». «Главное, что мы пытаемся сохранить на протяжении вот уже почти второго десятка лет, это те подходы к взращиванию интеллектуальной социальной элиты общества. Потому что ребята, которые выходят уже за стены лицея интерната, они, конечно, не теряются в общей массе выпускников». В День лицеиста здесь каждый год организуют праздничный концерт и поход в кино. В этом году по независимым причинам действия перенесли на конец октября. Но торт точно будет, и его съедят дружной компанией в честь общей школы, любимой и тоже воспитавшей много хороших людей. Елена Давыдова, Игорь Бероев, Новости дня. Спасти ребенка может каждый из нас. ОРТ «Планета» совместно с фондом «Наши дети» продолжает акцию «Время добрых дел». Сегодня срочная помощь нужна пятимесячной Ангелине. У нее редкий порог сердца. Чтобы девочка выжила, необходима дорогостоящая операция. Ее согласились сделать в Германии. Это нам понравилось, мы с этим и разговариваем. Внешне это самый обычный ребенок. Любознательный, общительный. Даже из роддома дочку выписали как здоровую, говорит мама Татьяна. Но уже через полтора месяца на УЗИ сообщили о страшном диагнозе малышки – порог сердца. Ангелину готовили к операции. Однако вскоре на обследовании уже челябинские врачи обнаружили еще одно сложное заболевание. Когда врач зашла в кабинет, ну в кабинет, не в кабинет, а в палату, она говорит. Плохая новость в том, что у вас порог сердца и плюс еще стеноз легочных четырех вен. А хорошее в том, что мы их обнаружили. То есть, если бы вашего ребенка прооперировали бы сразу, она бы сразу могла умереть. Оперировать с таким редким пороком, говорит Татьяна, не берутся ни в одной клинике России. Помочь обещали германские доктора. Они сказали, что они могут нам помочь, что ребенок будет совершенно здоров. То, что у них есть такая практика, то, что они обязательно нам помогут. На операцию Ангелине потребуется 2 миллиона 370 тысяч рублей. Сумма немалая. Но если каждый из нас внесет хотя бы 20-30 рублей, она наберется. Можно просто отправить смс-сообщение на номер 7522 с текстом «Добро 56». Через пробел указать сумму пожертвования. Татьяна уже убедилась, в Оренбуржье так много отзывчивых людей. Звонит, пишет, присылает денежки. Много добрых людей, которые отзываются. Они прям помогают даже. Хочу сказать спасибо большое, что не проходят мимо. Моя мечта, чтобы она жила и чтобы она выздоровела. Анна Золотухина, Игорь Бероев. Новости дня. Подарить Ангелине шанс на выздоровление может каждый из нас. Нужно лишь отправить смс-сообщение на номер 7522 с текстом «Добро 56». Через пробел указать любую сумму вашего пожертвования. Не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. Обратите также внимание, деньги не отправятся, если на балансе вашего телефона недостаточно средств. ОРТ «Планета» благодарит всех зрителей, неравнодушных к тяжело больным действиям. Сегодня в эфир выйдет внеочередной выпуск программы «Обратная связь». В студию приглашен первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Разговор пойдет о готовности области к предстоящему зимнему сезону. Вы можете задать свой вопрос гостю по телефону прямого эфира 43 45 07 Котаринбурга 35 32. Программа выйдет в 19.25 после вечернего выпуска новостей. И к этому часу все. Но впереди вас ждет еще полезная информация. Оставайтесь на нашем канале. В наступающие осенние ненастия самое время приобретать теплую качественную верхнюю одежду. Внимание! Впервые в Оренбурге открылась выставка пуховиков. Более трех тысяч наименований зимней и демисезонной одежды. Женские и мужские куртки и пуховики самых разнообразных цветов и фасонов. Выставка уникальна тем, что стоимость каждого изделия 3,5 тысячи рублей. Такого в нашем городе еще не было. Наша цена оправдана тем, что мы работаем напрямую от производителя. Мы гарантируем высокое качество и износостойкость наших пуховиков. В чем предлагаем вам прийти и лично убедиться в СКК Оренбурге. Яркие, модные и самое главное качественные и долговечные изделия обязательно придутся по вкусу оренбургским модницам. Они позволят подчеркнуть индивидуальность хозяйки, совершенно точно выделят ее из толпы и не дадут замерзнуть в зимние холода. Не уйдут без покупки и представители сильной половины человечества. Модельный ряд мужской одежды также представлен очень широко. А стоимость всего 3500 рублей за изделие прибавит хорошего настроения. Торопитесь, выставка пуховиков будет работать в Оренбурге с 17 по 31 октября с 10 до 19.00.